Здравствуйте, братья и сестры. Предрождественские дни, а мы движемся к пещере Вифлеемской, пещере Рождества. Вспоминайте, пожалуйста, об этом. В эти дни литургически упоминаются пророки, Наум, Сафония, Аввакум и так далее. Ветхозаветные пророки, причем малые пророки, они делятся на больших и малых. Я, пользуясь случаем, хотел бы, чтобы ваша душа захотела... Причем это короткое чтение. Там две-три главы и конец, две-три главы и конец. Вот я хотел бы сегодня познакомить вас с некоторыми словами из книги пророка Аввакума. Во второй главе своей книги пророчества своего он говорит следующее. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. А жалоба его состояла в том, что чистым очам твоим, Господи, несвойственно смотреть на преступления. Почему же земля наполняется беззакониями? Почему нечестивые преуспевают?» То есть об этом он говорил по жалобе моей и ждал ответа в себе. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение на черта ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Это уже нужно запомнить. Есть много вещей, которые подвергаются насмешливому сомнению. Например, истина о конце мира, о воскресении мертвых, о загробном бытии души, о воздаянии. Это посмеятельный предмет для очерствевших и для сатаневших. Они говорят, «Да и сколько уже история длится?» Он говорит, внимание, это очень важно, говорит, что «пророчество не обманет, и хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». И дальше тоже важная вещь под запоминание буквально. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет». Эти слова цитирует апостол Павел о том, что праведник будет жить верой. Ну, как Ной, скажем, в дни пред потопом, когда все с ума сходили, а он продолжал строить свою абсурдную лодку огромных размеров. Потом, когда вода пошла, абсурды закончили, всем стало все понятно. Но когда еще все было в порядке, Ной был странным. Но он жил верою, а не видением. Так же, как Лот в Содоме жил верою. Душа надменная не успокоится. Вот эта вот надменность духа, которая подогревается в человеке современной жизнью, где сказать, «Ты самый лучший, ты можешь, давай вперед, ходи по головам, достигай своих целей». Это адское состояние. Душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. Надменный человек, как бродячее вино, не успокоится. Так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, захватывает к себе все племена и так далее. Но внезапно там обещается ему наказание. Праведник противостоит нечестивому в тихом уповании. За то, что вы презрели воды Силама, текущие тихо, будете жить на бурных берегах чужих рек. Есть такое интересное слово у пророка, говорит, «Ваша сила сидеть тихо». Пусть там эти там беснуются эти, беснуются эти, пусть шумят там, понимаешь, машут там кольями там или транспарантами, как бы, значит, и тихо сиди, потому что надменный не успокоится, а праведный верою жив будет. Вот, по крайней мере, например, этого на весь день хватит. То есть, в принципе, я предлагаю вам такой способ чтения Писания, где вы, например, с утра на свежую голову вычитываете из священного Писания какой-то кусочек, который лег вам на душу, и потом носите его на языке, как рахатлукум, и им живете. Весь день можно жить вот именно этим, да? Вот, например, вот этим. «Видение относится к определенному времени, говорит о конце и не обманет, и хотя бы замедлило, жди его, ибо оно непременно сбудется, не отменится». То, что Бог сказал мне, не отменяется. Неверующий пусть не верит, а ты веруй и жди, иди, сиди спокойно. И вот, душа надменная не успокоится, а праведный своей верой уже и будет. Изучайте Писание и идите к Вифлеемской пещере. То есть день за днем двигайтесь к празднику Рождества. У нас туда дорога. Ближайший наш ориентир – это праздник Рождества. Да даст вам Господь почувствовать, что Он сошел с небес на землю и смесился с человечеством, и стал таким, как мы, чтобы нас спасти. До свидания. До свидания. – Субтитры создавал DimaTorzok